В исправительной колонии Энгельса скончался осужденный. По предварительной информации, 54-летнего заключенного до смерти избил другой арестант. Пострадавший мужчина обратился за помощью, но спасти его медики уже не смогли. В ситуации разбиралась Елена Петрова. За этой колючей проволокой кипят нешуточные страсти. Колония номер 13 Энгельса уже не раз становилась объектом пристального внимания. В этот раз из-за смерти заключенного. Пожилой арестант обратился за помощью поздно вечером, но медики спасти его уже не смогли. В том, что избился брата по несчастью, чуть позже признался другой осужденный. В органы следствия поступила явка с повинной от одного из заслуженных, который также отбывает наказание в исправительной колонии номер 13, в которой он сообщал, что телесные повреждения нанес именно он. В настоящее время проверяется данная явка с повинной и проверяются также иные версии о возможных причинения телесных повреждений осужденному. В то, что так все и было, не верит Лариса Сотникова. При любой информации, поступающей из 13 колонии, вспоминает свое несчастье. Несколько лет назад ее сына до смерти избили сотрудники исправительного учреждения. Женщина уверена, в этой колонии за заключенными не следят. Ведь только этим можно объяснить постоянные несчастные случаи. То кого-то избили, то осужденные сами себе режут вены. Почему никто не услышал, никто не увидел, а только уже нашли мертвое тело. Что ни шума, ничего. Где вот эти проверки? Там же младший персонал, они через какое-то время должны обходить, проверять. Там куча народу. Это же не детский садик, правильно? Я считаю, что это вообще все сделано. Может быть, даже этот человек, который признался, может быть, он вообще и не делал это. По факту гибели заключенного сейчас возбуждено уголовное дело. Следователи говорят, что отрабатывают две версии произошедшего. По первой, мужчину убил признавшийся заключенный, а вот вторую пока не называют. После проверки станет ясно, кто прав, кто виноват. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.